День Победы – большой и важный праздник. Он касается каждого, будь то человек, общественная организация или предприятие. В рамках акции «Я мы помним», которую белорусский союз женщин объявил в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, в стенах Бобруйска-Громаша прошел круглый стол. Гостем стала председатель БСЖ. И вот сегодня, почему это значимо? Потому что, во-первых, это первая такая огромная интересная акция Объединенной Организации Промышленности Белорусского Союза Женщин. До этого она прошла во всех первичных организациях. Сегодня мы увидим, наверное, лучших из лучших. Елена Богдан встретилась с учащимися 31-й школы и ветеранами Великой Отечественной. Здесь свидетели войны поделились жизненным опытом и рассказали фронтовые истории. Такие встречи – отличная возможность привлечь внимание подростков, объяснить им, насколько важно хранить память и не повторять те страшные события. Вспоминаем то, о чем мы каждый день наверняка немножечко забываем. А это повод вспомнить, почтить, показать, отдать дань уважения тем, кто за нас сражался, благодаря кому мы сегодня живем мирно, спокойно. Для меня лично важна эта встреча с ветеранами, так как это очень интересно услышать из первых уст от людей, которые побывали на войне. Мы очень уважаем их и чтим память о Великой Отечественной войне. После в Театре имени Дунина Марцинкевича состоялся праздничный концерт. Главные гости – ветераны. Творческие коллективы предприятий Министерства промышленности исполнили песни и стихотворения о войне. А финальным музыкальным подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки Белоруссии Алены Ланской. Вы знаете, для нас, как никогда сейчас, в это время очень важно, ощутимо стало то, что, возможно, мы раньше недооценивали это мирное небо над головой. Крайне важно сейчас для нас, для всех это, конечно же, созидать, развиваться, сохранить то, что у нас есть. Невозможно представить масштаб трагедии Великой Отечественной войны. Каждый погибший – неизлечимая рана на сердце Белоруссии. Героя оставили наследие своим потомкам. Его нужно передавать через поколения, а тех, кто еще жив, чтить и оберегать. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск-360.